Добрый день! В эфире Фактор ТВ, программа «Ключевой фактор». Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. Сегодня в гостях в нашей студии временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. Добрый день, господин Автономов. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Естественно, все внимание мирового сообщества приковано к событиям, которые происходят на востоке Украины и к обострению ситуации, которая происходит на линии соприкосновения в последние дни. Несмотря на то, что анонсированное вторжение или агрессия не произошла, тем не менее ситуация резко обострилась. В чем причина и какова сейчас ситуация? Баразис, спасибо за приглашение. Рад буду ответить на ваши вопросы. Да, действительно, все мы смотрим новости и все знаем, что в результате безответственных действий в России Европа оказалась ситуацией наивысшего напряжения за многие десятилетия. Поколение наших родителей помнит страшные времена Холодной войны, когда мир несколько раз сбалансировал на грани масштабного вооруженного конфликта, а дипломаты работали практически без сна для того, чтобы увести мир от этого. Сегодня и украинская дипломатия работает именно в таком усиленном антикризисном режиме. К счастью, нам удается вместе с нашими союзниками и партнерами удерживать ситуацию под контролем и держать Россию в дипломатическом русле. Что касается дат, угрозы и обострения, очевидно, что Россия ищет повод для вторжения. Все те заверения о том, что российские войска будут отведены от наших границ, не соответствуют действительности. Та группировка, которая в целом насчитывает около 150 тысяч человек, продолжает нависать над Украиной. За последние двое суток произошло резкое обострение на линии Сепаркисновения на Донбассе. Противник применил артиллерию крупных масштабов, больших калибров. Противник применил артиллерию больших калибров, в том числе под обстрел попал в детский садик. Благо, что время было ранним утром и есть только раненые из числа персонала этого учреждения. Российские СМИ мгновенно заявили, что это был самообстрел. Они запутались, потом начали фантазировать о том, что были ли выбиты стекла в этом здании, что свидетельство было якобы о том, что это просто был подрыв стены, а не обстрел. Но сейчас при помощи интернет-технологий очень легко доказать, с какой стороны и с какой дистанции велся обстрел. Очевидно, что Россия ищет повод для вторжения. Даты анонсированы были 16 числа. Этого не произошло, но опасность такого вторжения в той или иной форме, крупномасштабного, некрупномасштабного, она все равно сохраняется. Министр обороны, недавно комментируя вот эту ситуацию, он также сказал, что войска, как вы уже отметили, они не отошли от границы, они остаются в непосредственной близости от Украины. Но, тем не менее, опасность вторжения именно сейчас, она не очень высока. Она оценивается в Киеве как невысокая. В западных столицах, кажется, настроены гораздо более пессимистично, или это так кажется просто стороннему наблюдателю? Угроза вторжения все равно есть. То есть, как бы, у нас все равно будет какое-то определенное время для того, чтобы вывести войска в высшую степень боеготовности. Они стоят. Развернуться и пойти, это вопрос нескольких часов. Очевидно, что наличие этих войск используется Путиным для шантажа. Надуманная причина об угрозе со стороны Украины, об угрозе со стороны НАТО, Ну, это, знаете, я, как бы, когда я это все вижу по их телеканалам, я вот в свое детство погружаюсь в советское время, когда вот теми же словами они оперируют, что и в 80-х годах рассказывали об угрозах со стороны Североатлантического блока. Путин шантажирует, Путин угрожает, Путин пытается выжать из этой ситуации максимум, но у него ничего не получается. Никто не идет на уступки. Он рассчитывал, что Запад разобщен, что Запад слаб, что Украина испугается. Не произошло ни первого, ни второго. То есть его давление, его угрозы вызвали совершенно обратную реакцию. Это и консолидация Европейского Союза полная, и консолидация моих соотечественников. По последним опросам общественного мнения, более половины взрослых граждан моей страны готовы оказать сопротивление, в том числе с оружием в руках. Цели, которые декларирует Владимир Путин, то есть гарантия о не вступлении Украины в НАТО, сокращение войск, которые присутствуют, американских войск или натовских войск в Европейском Союзе, это истинные цели, которые он преследует, или это просто ширма для каких-то других целей? Сложно очень оценивать, что происходит в голове у этого человека, какие у него реально цели. Мы считаем, что мы имеем полное право выбирать, вступать или не вступать. Европейская и евроатлантическая направленность нашей политики закреплена в Конституции. Почему он считает, что мы должны от этого отказаться? Ну, какие-то линии безопасности. То есть он рассказывает о том, что ракета от Харькова до Кремля за пару минут долетит, а эскандеры, которые стоят в Калининграде и за сколько минут они долетают до Варшавы, он не вспоминает. Ну и как недавно говорили, все равно, если что, за 7 минут не добежишь до Балгана, что за 15, все равно не успеется. Тут очевидно, что в третьей мировой победителей не будет. А он усиленно к этому, он демонстрирует, что он этого не боится. Из Москвы недавно пришло два противоречивых сигнала. Во-первых, Государственная Дума приняла обращение к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, которые находятся на территории Ордло. И сам Владимир Путин, комментируя вот это обращение, он заявил, что я принимаю это к сведению, но это нарушит минский процесс и процесс минских договоренностей. Суть вот этого маневра, как она видится в Киеве, как киевская дипломатия оценивает это произошедшее? Ну, фактически, если такое решение было бы принято, это оно бы означало выход из минских соглашений. Дума просто так не будет принимать решение. Очевидно, что это было все спланировано, все было разыграно. Вот Дума просит, а Путин занимает более такую стойкую позицию и не соглашается с этим. Там просто так ничего не бывает. Если бы они согласились, это, во-первых, если бы он согласился, это, конечно, был бы выход из минских соглашений раз, и это бы повлекло опять санкции. Потому что признание этих республик, в кавычках, это бы трактовалось как акт агрессии против Украины. Мир уже сделал выводы из 2008 года из событий в Грузии, когда территория захватывается, раздаются русские паспорта, объявляется республика, а потом признается. То есть выводы были сделаны. Схема, ну как бы, настолько отработанная еще в Советском Союзе была, с созданием своего правительства на оккупированной территории, потом его признание и военная агрессия. Схема, да, она работала, сейчас она работать просто перестает, потому что все это видят. Говоря об минских соглашениях, Владимир Путин на встрече с президентом Франции Макроном, ну, в не самой дипломатической, мягко говоря, манере, настаивал на том, что Украина должна выполнять минские соглашения. Я не уверен, что все наши зрители понимают суть этих соглашений, и в чем они неприемлемы для Украины, если можно просто обрисути. По поводу Путина и его заявлений о том, что нравится, не нравится. Да, я не хотел его поставить. Ради бога, у нас нашелся шикарный ответ. Нравится, не нравится, дживелины справятся. Это как бы минские соглашения, два основных пункта. Это установление Украиной контроля над границами, вопрос безопасности, и проведение выборов на этой территории. Россия настаивает на том, чтобы сначала были проведены выборы на этой территории, а потом она готова отдать Украине контроль над границами. Выполнять минские соглашения по их сценарию мы не будем. Они прописаны сначала безопасность, а потом выборы. Логика железная. Сначала безопасность, а потом выборы. Нельзя на небезопасной территории проводить выборы. Вот, в принципе, основное разночтение именно в этом. Понятно. И во время этого кризиса еще бросилась в глаза такая деталь, что ОБСЕ, часть наблюдателей ОБСЕ, она покинула этот регион. Это создает дополнительные риски для эскалации? Есть страны, которые готовы дополнительно направить своих людей, квалифицированных в эту миссию. То есть это не критично. Если, скажем, одни уходят, другие приходят. Да, часть посольств из Украины выведена, часть сотрудников посольств выведена. Другие, в том числе посольства Армении, продолжают работать. У каждой страны, у каждого государства есть определенный протокол на такие ситуации. Некоторые страны вывели своих военных инструкторов, другие же ввели своих военных инструкторов им на замену. Понятно. И еще одно заявление, очень любопытное, которое прозвучало, правда уже не из Москвы, а из Минска, это интервью Александра Лукашенко о том, что вот если мы будем, мы, в смысле, сторона России и Беларуси, если они будут правильно работать, то произойдут какие-то интеграционные процессы на постсоветском пространстве, и в том числе есть шанс, что Украина присоединится к Советному государству. Там лет через 10-15, во-первых, что значит правильно работать, если это вообще возможно в этой ситуации, и во-вторых, что дает основу для таких мыслей. Они вообще есть или европейский вектор, он неизменен? Европейский вектор записан в Конституции. Это как бы у нас, наш путь на Запад, это путь возвращения в Европу. Это не что-то новое. Украина возвращается в Европу. Возможно, Европа к этому не совсем еще готова, Но сложно сказать, этот вектор, если позволите, я отвечу следующим образом. В 2014-м, до войны, до оккупации Крыма, поддержка общества европейской интеграции, интеграции в НАТО была на уровне 30-35%. Через 8 лет войны стабильное большинство поддерживает как идею вступления в НАТО, так и приближения к Европейскому Союзу. То есть Владимир Владимирович, как всегда, всех переиграл. Какие у него были возможности, как себя повести в 2014-м? Ну, чисто теоретически, он бы мог и всю Украину под себя поднять тогда. Сейчас это уже не получится. А по поводу гражданина Лукашенко, ну, знаете, у... Это уже частное мое мнение, как просто гражданина. У демократии два крыла. Это свободные выборы и сменяемость власти. Если одно крыло не машет, то птица не летит под названием демократия. Понятно, да, я понял. Перейдем к армяно-украинским отношениям. Есть также несколько очень таких интересных трендов. Во-первых, с 2014 года, который вы упомянули, это такой важный майлстон, такая важная отправная точка для наших отношений, с той точки зрения, что наши пути, они разошлись. До этого мы активно шли в сторону европейской интеграции, но Армения выбрала, в том числе, под влиянием внешних обстоятельств, интеграцию с Таможенным союзом и с ЕС. А сама Украина, понятно, продолжила свой европейский вектор. Осталась на европейском векторе. За прошедшее время, насколько страны научились работать и вести правильный политический диалог, учитывая вот эти реалии? Ну, к сожалению, я не могу сказать, констатировать активный политический диалог между нашими странами, разная внешнеполитическая ориентация, разные стратегические союзники, разные алгоритмы голосований в рамках международных организаций, прежде всего, Генассамблея ООН. Это для нас лакмусовая бумажка и показатель. Тем не менее, диалог существует, есть понимание наличия у обеих стран красных линий, которые нельзя переходить. Сейчас основное внимание мы стараемся акцентировать на экономическом сотрудничестве. В прошлом году состоялось после восьмилетнего перерыва заседание межправительственной комиссии в Ереване. Буквально два дня назад между союзами промышленников и предпринимателей сторон подписано соглашение об учреждении бизнес-совета, который будет содействовать развитию наших экономических отношений. Товарооборот за прошлый год составил 160 миллионов долларов. В основном это украинские товары в Армении. Мы работаем, мы стараемся искать возможности. Очень активно армянская община в Украине, она одна из крупнейших армянских общин за рубежом, по неофициальным данным, до полумиллиона. Работаем. Если позволите, еще по поводу 2013 года, когда Армения изменила вектор, тогда в 2013 Украина тоже попыталась сменить вектор. И Янукович отказался. Тут сейчас формально Майдан, революция достоинства, он произошел из-за неподписания именно этого соглашения об ассоциации, которое было позже подписано уже другим президентом. Об этом не помнят уже. Помнят, что в Киеве, в центре города избили детей. Это выше скорее все-таки Майдан из-за этого произошел. Общество не позволило изменить вектор. Потому что если бы мы пошли по тому пути, который избрал Янукович, Янукович, я думаю, что вскоре бы и Украина была в ЕС, и в ОДКБ тоже. Но общество решило по-другому. Вот революция, которую вы затронули, произошла и у нас в 2018 году, смена власти. Она как-то отразилась позитивно или негативно на изменения, на тренды в армяно-украинских отношениях? Внешняя политика после революции Армении не изменилась. То есть как бы тут я не берусь. Это компетенция народа Армении определять свое правительство и свою внешнюю политику. Ну, были определенные надежды. То, что она изменится, но она не изменилась. Понятно. Мы поговорим немного о позитиве. В экономике он есть, как вы отметили, есть увеличение торгового оборота между Арменией и Украиной. Я смотрел по данным армянской статус-службы. Это 12%, 170 миллионов, как вы упомянули. И просто, чтобы зрители представляли, в соседней Грузии у нас 190 миллионов. То есть разница не такая большая. И довольно такой сильный какой-то потенциал. Хотя, тем не менее, он не достиг своих пиковых значений, которые были в начале 2000-х годов или в середине 2010-х годов. Какой вообще потенциал? То есть есть ли какие-то оценки того, куда мы можем продвинуться, наши экономические связи? Я могу вам сказать, что, скажем, в 2008 году наш товарооборот взаимный был более 300 миллионов. То есть тут есть куда двигаться. Есть куда двигаться. Сальдо для Украины торговое положительно. Наши товары практически во всех товарных группах. Это и продукты питания, и строительный металл, и много-много другого. В Армении присутствует и пользуется заслуженным уважением армянских потребителей. О взаимных инвестициях они минимальны, то есть там совсем незначительные суммы. Обе страны являются донорами. Мы ищем инвестиции, Армения ищет, и Украина ищет. В прошлом году было также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве между органами правительственными по вопросам инвестиций. Работаем. Работаем. Я хочу вспомнить одну специфическую проблему в армяно-украинских экономических отношениях, которая существует десятилетия. Это контрафактная водка, точнее, не то чтобы контрафактная, это водка, которая продается в Армении под марками украинских производителей, не будучи украинской. Иногда с исковерканными именами, иногда вообще не с исковерканными. Я помню эту проблему еще с середины 2000-х годов. 2000-х, да, было. Я присутствовал как-то на такой встрече, заседании, когда представитель украинской стороны показал армянскому высокопоставленному чиновнику просто ряды вот этих водок, просто выложил на стол и сказал, что, ребят, вы с этими будете делать. Проблема, она долгое время, кажется, не лишалась. Что сейчас? Сейчас такой водки нет. Она продавалась, выпускалась одним очень крупным армянским бизнесменом, со владельцем сети, сети продуктовых магазинов в Армении. Сейчас мы этого не видим. То есть там была, она разливалась в оригинальные украинские бутылки. Хортица, это была хлопцы. Чуть-чуть изменялось, изменялось название. Сейчас мы в крупных сетях, в крупных магазинах этого не видим. А как удалось решить эту проблему? Тогда с этим бизнесменом пытались разговаривать, его штрафовали, комиссия по защите экономической конкуренции Армении и его штрафовало. Мне трудно сказать, какие мотивы у него были, но он прекратил это делать. Понятно. И закончим, наверное, на такой позитивной ноте с пожеланием мира и благополучия вашему народу. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо вам. У нас в гостях был временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. Спасибо. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин